Содействие занятостей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – это одна из приоритетных задач нашего регионального центра занятости. Вообще существует комплексная программа по трудоустройству инвалидов. В нее включено достаточно большой перечень мероприятий. Наверное, одним из основных мероприятий является трудоустройство инвалидов на специализированные рабочие места, которые работодатель создает с участием бюджета Вологодской области. На создание этих специализированных мест он получает субсидию из регионального бюджета. За 4 года мы создали уже 129 таких специализированных рабочих мест. На них трудоустроены люди, которые под конкретные рабочие места остаются, под конкретных людей, с какими-то их конкретными отклонениями по здоровью. Поэтому в дальнейшем их работа становится наиболее комфортной. Кроме такого серьезного мероприятия, к нему в дополнение, а можно и как и отдельное мероприятие использовать, есть у нас мероприятие по наставничеству. Поскольку люди с ограниченными возможностями здоровья, для них достаточно сложно адаптироваться на рабочем месте, поэтому за ним может быть закреплен наставник, который поможет ему влиться в коллектив, узнать как-то территориально свое новое рабочее место. И для того, чтобы работодатель мог компенсировать затраты на этого наставника, есть специальная субсидия из бюджета Вологодской области, которая в течение трех месяцев предоставляется по половине мрота, плюс налоги, плюс районный коэффициент на оплату труда данного наставника. Такими формами поддержки у нас на сегодняшний день воспользовались 43 человека. То есть 43 наставника были закреплены за людьми с ограниченными возможностями здоровья. Следующее наше мероприятие – это сопровождение инвалидов при трудоустройстве. Оно подразумевает под собой не просто, что человека берут за руку и ведут на его рабочее место, а с ним изначально проходит достаточно серьезная психологическая подготовка. Ему помогают заполнить резюме, ему помогают провзаимодействовать с работодателем, со своим будущим. Затем разрабатывают тут именно маршруты передвижения до рабочего места, помогают адаптироваться в коллективе. Вот такое мероприятие у нас, кроме того, что мы предоставляем ее для инвалидов, у нас такое мировое сопровождение оказывают и организации инвалидов, которые некоммерчески в нашей Вологодской области существуют. Вот в этом году это у нас Всероссийское общество глухих, которое занимается такой вот мерой поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Ну и здесь, наверное, стоит сказать, что вот у нас впереди уже совсем-совсем близко наступает декада инвалидов. Она приурочена к ежегодному Всемирному дню инвалида, который мы отмечаем 3 декабря. И, соответственно, в рамках этой декады мы в этом году, хоть и год пандемийный, и все мероприятия у нас в онлайн-режиме, но мы запланировали достаточно большой объем разных мероприятий, которые помогут людям с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться в непростом рынке труда, найти какую-то свою работу. Ну и, наверное, несколько цифр еще здесь скажу. У нас на сегодняшний день в Вологодской области порядка 25 тысяч инвалидов, находящихся в трудоспособном возрасте, и из них только четвертая часть на сегодня трудится. Поэтому вот сама задача их трудоустройства, она достаточно актуальна. В рамках этой декады содействия занятости инвалидам мы проведем ярмарку вакансии, она будет специализирована только для людей с ограниченными возможностями здоровья, проведем различные мастер-классы, проведем онлайн-конференции с привлечением работников бюро медико-социальной экспертизы, с привлечением представителей профсоюзных организаций, отделений общества инвалидов. И я надеюсь, что вот те мероприятия, которые мы будем проводить в онлайн-режиме, если кто-то не сможет их посмотреть в прямом эфире, они у нас будут все на нашем портале ВКонтакте выложены, можно будет их посмотреть, вернувшись туда в любой момент, и для себя подчеркнуть какие-то новые интересные вещи, которые позволят людям адаптироваться. Ну и еще, наверное, одно из мероприятий, которое по инициативе партии «Одиная Россия» в этом году губернатор Вологодской области согласовал, это поддержка организаций, в которых более 50% работников являются именно людьми с ограниченными возможностями здоровья. В адрес вот таких организаций выделяется субсидия на компенсацию затрат на оплату труда работников данных организаций. На эти мероприятия на 2022 год выделена субсидия порядка 8 миллионов рублей, и это будет такая достаточно существенная поддержка именно вот для этих организаций инвалидов. Редактор субсидии Корректор А.Егорова